Самыми быстро растущими направлениями в российском онлайн-образовании по данным аналитических сервисов по итогам 2023 года стали эзотерика и психология. Спрос на такие курсы вырос на 15,7% соответственно. Нумерология, таро, медитация и психология помогают людям в кризисные периоды вернуть ощущение контроля над ситуацией, полагают эксперты. Восстребованность тарологов также сейчас находится на пике популярности у населения. С чем это связано, ответы на какие вопросы ищут люди, узнала наша съемочная группа. Анна по профессии экономист. Закончила вуз, но по специальности долго работать не стала. Девушку увлекла эзотерика. Раскладывать карты тарона начала еще в 14 лет. Но серьезно работать тарологом стала после 20. Анна делится, что большой наплыв клиентов произошел именно во время пандемии. Сейчас спрос не падает. Причем за раскладом обращаются как женщины, так и мужчины. Я помогаю просто клиенту решить определенную ситуацию, ускорить решение этой ситуации. Например, с покупкой квартиры, например, с поиском работы, например, с личной жизнью. Вот топ вопросов — это личная жизнь, топ вопросов, которые ко мне обращаются. Это карьера, профессиональный путь предназначения, и это финансы. Анна и сама обучает начинающих тарологов, а зампрофессия создала собственные образовательные курсы. Востребованность их только растет. Первый совет, который девушка дает во время обучения — правильно выбрать карты. К слову, карты таро взрывают продажи на маркетплейсах. Спрос растет на сотни процентов уже второй год. Аналогичный тренд наблюдают и книжные издательства. Чтобы удовлетворить спрос и привлечь новую аудиторию, они начинают печатать карты для разной аудитории с иллюстрациями современных художников. Мы решили узнать, что думают специалисты с точки зрения психологии на этот счет. Известный тверской психотерапевт Юрий Рыльский подчеркнул, что у каждого человека с рождения есть большое количество готовых программ. Базовая — инстинкт самосохранения, вторая — саморазвитие. Как раз в ней и кроется любопытство и желание узнать, что же тебя ждет, некий вектор в будущее. И вот этот вектор будущего, он весь построен на этом интересе, на любопытстве, а что же, собственно говоря, впереди. Ну, есть обычные способы получения этих знаний, да, но хочется вот иногда, чтобы это было вот так вот быстро, да, чтобы кто-то сказал авторитетный, вот четко ясно, что же тебя ждет. Поэтому потребность знать будущее, она как бы вечная. Есть и скептики, которые феномена карт Таро не понимают и не признают. По их мнению, угадание на картах — это лишь способ переложить ответственность за принятие каких-либо решений на других. Как говорил известный драматург и поэт Уильям Шекспир, люди — хозяева своей судьбы. Поэтому принимать самые важные решения в своей жизни лучше все же, исходя из вдумчивого анализа ситуации, взвесив все «за» и «против». А если решение дается нелегко и остаются сомнения, то лучше посоветоваться с хорошими друзьями и умными людьми, чем гадать на кофейной гуще.